На юго-западе Москвы из 9-месячного подземного путешествия вернулась Полина. Так называется этот проходческий щит, который проложил тоннель от станции проспект Вернацкого до станции Мичуринский проспект, будущей большой кольцевой линии метро. Работать Полине пришлось в сложных условиях. Строительство проходило на глубине до около 30 метров в достаточно сложных гидрогеологических условиях. Наверное, за мной вы видите, есть некоторые локальные последствия. Грунт очень обводненный. За 9 месяцев многотонный крот преодолел полтора километра. Принцип его работы напоминает мясорубку. С помощью ротора он перерабатывает грунтовый массив, подают его на шнек, со шнека на конвейер, и через конвейер уже подается выгрузка, выход грунта на поверхность. Полина родом из Китая. Она один из пяти проходческих щитов, привезенных из Поднебесной. Остальные сейчас роют тоннели на этом же юго-западном участке Большого кольца. Это грандиозный проект столичной подземки. Он включает в себя 69 километров путей, 31 станцию, где можно будет пересесть на радиальные линии метро, МЦК и железную дорогу. Китайская компания впервые участвует в строительстве московской подземки. Мы учимся у ваших специалистов. Хотим усовершенствовать свою технологию. В ближайшее время наша компания доставит в Москву еще один проходческий щит диаметром 10 метров. Он сможет пробивать тоннели уже не для одного пути, а сразу для двух. Я знаю, что раньше при строительстве московского метро такие проходческие комплексы не использовали. Китайский подрядчик был определен по результатам торгов на конкурсной основе. Тот небольшой участок, который строится в СРССИ, всего 4,6 километра. И всего три станции. Поэтому на всем остальных участках другие подрядчики со своим оборудованием. Котлован для станции Мичуринский проспект почти готов. В ближайшие месяцы строители начнут сооружать платформу и прокладывать пути. Уже известно, как будет выглядеть станция. Световые инсталляции на потолке украсят иероглифы в честь подрядчика из Китая. Будет, скажем так, сопряжение с действующей станцией Калинцы-Сонской линии, Мичуринский проспект. Будет выполнена пересадка. Полина же после девяти месяцев напряженной работы заслужила отдых. Проходческий щит разберут на части, поднимут на поверхность и отправят на техобслуживание. Затем он вновь приступит к работе уже на восточном отрезке большой кольцевой линии. А по юго-западному участку поезда пойдут уже в следующем году. Замкнуть кольцо планируют в 2022-м.